В Севастополе следят за выполнением обновлённого закона о торговой деятельности. Для этого актив Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» создал мониторинговую рабочую группу. В неё вошли депутаты, юристы, члены правительства, общественники. В начале августа провели круглый стол с местными производителями. Теперь совещание с представителями торговых сетей. Выслушать обе стороны, понять их проблемы и найти пути решения – цель таких встреч. Главная задача – остановить рост цен в Севастополе и добиться снижения стоимости на местные товары. «Государственная политика направлена на импортозамещение, на продовольственную безопасность. Но товар, произведённый сегодня в регионе, должен со справедливой ценой быть представлен на полках торговых сетей. Вот что они могут со своей стороны предложить – это может быть и торговая выкладка, это и в рамках исполнения закона должно быть изменение в торговых договорах, в договорах о хозяйственной деятельности. Все деньги, которые вложены государством в поддержку регионального производителя, должны в той или иной мере косвенно вернуться нам с вами, севастопольцем, в виде регионального продукта». Обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели при реализации продукции через сети. В ходе круглого стола отметили – важно обеспечить прозрачную конкурентную среду для всех поставщиков. «Чтобы не было договорённостей о том, что вот мы берём этот товар, не берём другой товар, потому что он нам не нравится и потому что мы с кем-то договорились. Для этого закон о торговле обязывает вас, ваши договора и условия, на которых вы будете приобретать товар полностью, придавать мнению общественности, для того, чтобы потенциальный поставщик знал или предполагал, какие условия и благодаря каким условиям он может встать на вашу полку». Ещё одна проблема для предпринимателей – несанкционированная торговля. «По всему городу присутствуют факты несанкционированной торговли. Естественно, несанкционированная торговля конкурирует по цене с продукцией на рынках, в торговых центрах, в магазинах, поскольку приходят торговать не предприниматели, которые налоги не платят». В ближайшее время планируют провести ещё один круглый стол. В нём примут участие производители, представители торговых сетей, а также власти города. Проблемы и замечания, озвученные в ходе таких встреч, войдут в доклад, который представят президенту России Владимиру Путину и главе правительства Дмитрию Медведеву. На совещании отметили – впереди большая работа по мониторингу, контрольные рейды в торговых организациях. Для сбора обращений участников рынка с целью выявления проблем с 1 августа в Севастополе работает горячая линия. Телефон 540136. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10 утра и до 5 вечера.